Здравствуйте, уважаемые посетители портала ТВНЕТ. С вами журналист Артур Быков. И сегодня у нас в гостях историк, заслуженный учитель России Тамара Натановна Эдельман. Здравствуйте, Тамара Натановна. Добрый день. Я бы хотел начать вот с какого вопроса. В первую очередь оттолкнуться от того, что вы учитель истории и задать следующее. Спросите у вас. Можно ли через уроки истории воспитать поколение граждан, которому будут чужды имперские амбиции и война? Можно, но только не надо уроки истории понимать в лоб. Вот как сейчас это понимается в лоб, что надо патриотизм воспитывать, рассказывать там про войны, про все такое. И есть опасность, что потом будет противоположность. То есть просто будут говорить, война это плохо, Россия вела тактические войны, ай-яй-яй. И это будет, ну это очень большая вероятность, что это вызовет отторжение наоборот. Но уроки истории существуют. Они не так просты, но если ими умело воспользоваться, то это очень хороший инструмент. Потому что история развивает душу. История развивает мозг. Потому что, с одной стороны, история – это рассказ о людях хороших, плохих, подлых, циничных, благородных и об их действиях. Это всегда, это очень важно для души, для формирования личности. С другой стороны, история работает с информацией. А это самое главное, что вообще есть в сегодняшнем мире. Когда нас заливает информация, лживая, правдивая, вот что такое постправда, что такое фейки. По сути дела, история, вся история, как наука, основана на работе с источниками. А это значит, что историк, я всегда своим ученикам говорила, историк, как Шерлок Холмс. Вот он получает какие-то свидетельства, он должен их оценить, он должен понять, насколько они правильны. И дальше как-то их, может быть, противопоставить друг другу, сравнить и сформировать некоторую картину. И вот это важнейшая вещь, которую история может научить людей. То есть не принимать все на веру, размышлять, критически анализировать. И еще одна вещь. Шерлок Холмс практически всегда прав. Вот инспекторы Скоттланд-Ярда, они все неправильно думают, а он раз, 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 а вот он убийца. А в истории не так. Потому что сегодня историки думают по одному, а завтра по другому. Это не значит, что те были неправы, те были в свое время. В одной стране историки придерживаются определенных взглядов, другой других. Внутри страны они могут придерживаться разным взглядом. Поэтому история, она еще учит уважать чужое мнение. Она учит спорить цивилизованно. Вот это все то, что формирует людей, которые не будут принимать войну. А не просто, что вот им в лоб говорить. Ну то есть надо говорить, что война – это плохо. Конечно. Но не надо пережимать с этим. Надо развивать душу и развивать мозг. То есть, на ваш взгляд, история – это еще урок о ценностях. Мы должны говорить, что война – это плохо, не относиться к ней нейтрально. Я правильно вас понимаю? Ну, конечно, да. Но при этом мы не должны навязывать свои ценности. Потому что навязанные ценности, их можно воспринять внешне. Ну вот это сейчас все вспоминают, что происходило в Германии сразу после Второй мировой войны. Их в лоб заставляли каяться. И они признавали это. Но что там было внутри, это очень сложно сказать. И по-настоящему преображение Германии произошло только лет через 15-20, когда новое поколение выросло, сформированное на новом мышлении с новыми ценностями. Ну вот, то есть, мы должны именно помогать с помощью истории людям вырабатывать свои ценности, ну, естественно, ориентируя их на какие-то гуманистические идеалы. Но ни в коем случае ничего не навязываю. Еще один такой уточняющий вопрос. Вы сказали, что со временем представление о каких-то вещах может меняться. Я планировал задать этот вопрос чуть позже, но сейчас я не могу его не спросить в этом контексте. А кем тогда, на ваш взгляд, войдет в историю Владимир Владимирович Путин? И, что важнее всего тогда, а не поменяется ли, допустим, через условные 100 или 150 лет, его восприятие в истории? Не только России, но и мировой. Ну, вы понимаете, мне трудно отвечать за то, что будет через 200 лет. Как мне представляется сегодня, что вот в ближайшее время Владимир Владимирович войдет в историю, как тиран, душивший свою страну, способствовавший коррупции, воровству, всевозможным преступлениям, подавлявший оппозицию, а затем начавший, человек, который начал обреченную попытку восстановления империи и провел ряд агрессивных войн с Грузией, с Украиной. Надеюсь, что на этом список закончится, но кто знает. Я думаю, что оценка будет такой, но я вполне могу предположить, что, скажем, через 200 лет посмотрят как-то по-другому. Мне трудно себе представить, чтобы посмотрели и сказали, ох, какой он молодец. Хотя, может быть, такие тоже будут историки, ну, ради бога. Если с ними можно будет спорить, так пусть пишут, что хотят. Но, может быть, это будет поставлено, вот история нынешняя, будет поставлена в какую-то совершенно новую перспективу, которую мы сегодня не понимаем, там, как перелом в развитии международных отношений, истории всего мира. Может быть, когда-то будут говорить, что во всем виноват лично Путин, а кто-то будет говорить, что Путин – это только верхушка айсберга, а за этим стоят секретные службы, государственный аппарат и так далее. А кто-то скажет, а давайте посмотрим на западные страны. Нет ли их ответственности? И это тоже будет взгляд. Но это то, что я сейчас могу придумать. Наверняка потом ученые придумают что-то еще. Нам совершенно непонятное сегодня. Мне нравится, что вы так или иначе забегаете вперед того, что я хочу вас спросить. Поэтому я снова... Извините, извините. Я снова воспользуюсь этой возможностью. И поговорим тогда про ответственность, коль скоро вы ее упомянули. Кто, на ваш взгляд... Вы сейчас смотрите из текущего положения вещей. Поэтому кто, на ваш взгляд, несет главную ответственность за войну России против Украины? Ну, главную, очевидно, как мне кажется, несет Путин и его окружение, которые развязали эту войну, которые выпустили те дурные инстинкты, которые жили в народе и поощрялись ими и до войны. Но это не значит, что это единственная ответственность. Но все-таки, ну, мне кажется, что это то, что идет еще от нюрнбергских процессов. Что есть исполнители, конечно, виноваты. Есть те, кто способствовали этому там молчаниям или попустительством, или сотрудничеством. Но все-таки есть идеологи, есть организаторы преступлений. И их ответственность огромна. Вот все-таки, наверное, это их ответственность главная. Как вы считаете, можно ли сказать, что действия Путина и российской верхушки это логичный, даже, может быть, в некотором смысле неизбежный ход истории? Или они идут против этого хода истории? Ну, вы знаете, я вообще не верю в неизбежный ход истории. Я убеждена, что всегда есть разные развилки, на которых можно повернуть иногда, может быть, чуть-чуть в стороночку. Вот был бы не Путина какой-то, скажем, более вменяемый человек. Может быть, политика России все равно была бы имперской и жесткой. Но не такой имперской. Там войны не было бы. Все равно было бы неприятно. Но все-таки вообще-то тысячи жизней были бы спасены. А есть большие развилки. Я уверена, что Россия все равно может идти по пути демократии. Вот. А эти товарищи, которые сейчас нами управляют, они, ну, в какой-то мере, они следуют тренду определенному. Этот тренд идет, там, можно найти его истоки и в российской имперской политике, и в советской. Это то, что вот эти вечные секретные службы, с которыми ничего никак никто не хочет сделать или не может. Вот. Но в то же время совершенно ясно, что вообще-то человечество, такое понятие, про которое, конечно, они совсем не думают. Человечество, вообще-то, двигается в другом направлении. Все больше ценности человеческой личности. Все больше ценности свободы. Это то, чему они пытаются противостоять. Но мне кажется, что они могут победить на каком-то коротком отрезке, но не на длинном. Тогда, поговоря о какой-то демократичности и недемократичности России, я тогда задам такой вопрос. Во-первых, можно ли сказать, что Россия исторически является недемократической страной, поэтому ее чужды эти европейские ценности. И если это действительно так, она исторически недемократическая, эти ценности чужды, то означает ли это, что с приходом другой власти ситуация поменяется? Или нам все равно неизбежно приходится ждать вот этого скатывания в имперскость? Вы знаете, я бы сказала так, что 300-400 лет назад все страны были недемократическими. Не было вообще такого понятия демократия. В Англии, которая просто образец, модель демократического развития. Если мы посмотрим на Англию такого-то 16 века, где Генрих VIII рубил головы тем, кто ему возражал, то мы там не увидим большой демократии. Да, конечно, там все равно сохранялся парламент. Парламент этот был поставлен на колени. Другое дело, да, и вот поэтому я очень не люблю эти разговоры о том, что ну вы демократические, а мы нет. Или наоборот, мы демократические, а у вас никаких корней демократии нет. Этот процесс идет во всем мире. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но он идет. И вот я тоже для себя сформулировала такую вещь, всюду ее повторяю. Повторяю. Ну, пока не появились 10 заповедей, можно было жить, ну там, конечно, наказывали, скажем, за убийство и до этого. Ну, а какие-то вещи совершенно не считались чем-то ужасным. Вот появились 10 заповедей, ты можешь верить в Бога, не верить в Бога, в этого, в того, в разных погонах. Ты уже не можешь не знать, что они верят. И поэтому там заповедь не умей. Ты можешь говорить, а я отрицаю ее. Вот я как Раскольников сейчас пойду, значит, старушек там крошить. Ты все равно понимаешь, что есть какие-то запреты. Вот что-то подобное происходит с демократией. За последние несколько веков были сформулированы определенные ценности. И дело не просто в разделении властей, в свободе прессы. Это очень важная вещь. Но были сформулированы идеи. Вот ценности человеческой личности, ценности свободы, уважения к личности. И что бы ни говорили, в России, в Китае, в Сингапуре, там, в Корее, про особый путь уже нельзя жить, не зная этих ценностей. Это невозможно. А значит, их все равно будут учитывать. Я вполне могу согласиться с тем, что российский путь к демократии будет сложнее, чем в других местах. Потому что есть много факторов этому противоречащих. Но все равно уже есть люди, которые понимают вот эту ценность свободы, личности, прав. И я уверена, что их будет становиться все больше. Но это будет очень медленный процесс, конечно. Медленный и сложный. То есть Россия, как и другие страны, стоит на этих демократических рельсах. Вернее говоря, на рельсах к демократии. Но путь этот будет длиннее и дольше. Тогда я спрошу вас вот что. Если я правильно понял вашу мысль. Как этот путь ускорить? Как нам заставить этот локомотив ехать быстрее? Вот это проблема. Это большой вопрос. Для меня непонятный, можно ли ускорить. Но во всяком случае, можно как-то подталкивать локомотив, чтобы он именно в этом шел направлении. И вот здесь я бы сказала так. Вот вы спросили, новое правительство будет ли означать переход России к демократии? Не обязательно. Ну, я даже не говорю о таком варианте, что новое правительство может быть, не дай бог, еще хуже. Но даже демократическое правительство. Получит страну, в которой очень сильны недемократические настроения. И поэтому, вот как мне кажется, я все время про это думаю сейчас. Ясно, что должны будут быть произведены некоторые политические перемены. Ну, там, свобода прессы, независимый суд. Хотя это тоже так легко сказать, да? Ну, вот какие-то изменения. Должны быть отменены одиозные законы. Ну, там, о распространении, о преследовании за пропаганду гомосексуальных отношений. Или еще там что-то, да? Вот эти все, этот бред, который сейчас Дума все принимает. Запрет дискредитации армии. Но этого совершенно недостаточно. Потому что вопрос в том, какие люди есть. Одних законов не хватает. Мне кажется, что должна быть огромная перестройка всего общества. Вот когда была перестройка, то под перестройкой поднималась прежде всего перестройка политической системы. Была фраза, начни перестройку с себя. Но это как шутка такая. А вообще-то это совершенно правильно. Вот в российском обществе агрессивность сверху донизу. От президента, который говорит, что мы будем мочить террористов в сортире. И до родителей, которые бьют детей. Или мужей, которые бьют жен. И это считается нормальным. И вот, как мне кажется, что огромное значение будет иметь, сможем ли мы справиться вот с этим. С агрессивностью и подавлением, которые считаются нормой. В семье, в школе, в армии, на работе, на улице. Вот где угодно. Поэтому я думаю, что важнейшей профессией будет профессия психологов. Которые должны будут работать с теми, кто вернется с этой ужасной войны. С посттравматическим синдромом. И с их родственниками. С родственниками жертв. Ну, тут огромное количество всего. И вот если общество станет более человечным. Более открытым для свободы. Для разнообразия. То, что сейчас совершенно не приемлется. Никакое разнообразие. Ни языковое. Ни религиозное. Ни национальное. Ни сексуальное. Никакое. Вот если таким станет общество. То тогда будет легче двигаться. Вот этому самому локомотиву. Как вы сказали. Поэтому, мне кажется. Вот меня очень часто спрашивают. А что делать? Когда призывают всех взять плакат и выйти к Кремлю. Ну, к сожалению, сейчас. Это возможно только для выдающихся героев. А вот работать уже сейчас над этим снижением агрессивности и тоталитарности в обществе может любой человек. Вокруг себя. У себя на работе. Учитель в школе. Врач, ведущий прием в поликлинике. Кто угодно. Вот вы говорите о своего рода агрессии, которая существует в российском обществе. Хоть она вы и говорите, что идет сверху вниз. Я так понимаю, что вы не имеете в виду, что она сверху идет вниз в том плане, что она спускается сверху вниз. У меня такой вопрос. Наоборот, скорее. Да. Скорее, снизу вверх. Тем более. Тогда у меня как к историку вам такой вопрос. Где вы находите причины подобного поведения в обществе? Ну, тоже. Понимаете, меня сейчас часто спрашивают, а вот нет ли причины этого в российской истории? Естественно, их можно найти в российской истории. Но опять же, если посмотреть на историю любой страны, мы увидим там столько агрессии, столько подавления. И я могу сказать другую вещь. Мы очень привыкли говорить там о том, как в России не ценят человека. Ну, я сама только что про это говорила. Но вот я писала книгу про смертную казнь и сравнивала законодательство. Законодательство российское 17 века очень жестокое. Мы всегда про это говорим. Там жуткие наказания, смертная казнь за 60 с лишним преступлений, многие из которых сегодня нам вообще такими не покажут. Если мы посмотрим на другие страны, то мы увидим, что там примерно тот же уровень. А если мы посмотрим на 18-е лет, то мы увидим, что, скажем, в Англии и во Франции идет резкое ужесточение. В Англии в это время детей казнят маленьких, вешают, за кражу носового платка вешают. А в России, как мы знаем, Елизавета Петровна, ну, обычно говорят, отменила смертную казнь. На самом деле не отменила. Она сказала, что все смертные приговоры ей на утверждение. И она за 20 лет своего правления не утвердила ни один приказ. И это, кстати, будет традиция, которая будет идти вплоть до начала 20 века. Потому что, ну да, мы знаем, там казнь Пугачева, казнь декабристов, казнь народовольцев, жуткие, страшные, это были исключения. В целом казнили очень мало. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Мне кажется, что тут дело не столько в конкретной истории, сколько в сохраняющейся очень сильной традиционности российского общества, которое теперь подогревается властями. Но это не власти придумали. Патриархальная семья, в которой отец семейства может творить все, что угодно, это традиционность. Непринятие чужаков любых, это традиционно. Вот очень медленно и странными неправильными путями идет модернизация вранде. Большевики, это большевистский переворот, это, конечно, была попытка модернизации. Но только эта модернизация оказала вот в чем-то действительно, ну там, скажем, дали всеобщее образование, безусловно. Там женщин в чем-то эмансипировали, безусловно. Но отношения остались мальчистскими. Да, женщины вроде пошли работать, и все равно дома отношения все те же, и домашнее насилие просветает. И вот традиционность держит нас и не дает двигаться вперед. Вот с этим надо будет тоже как-то бороться. Я хотел было поискать еще причины, вот в чем. Именно в уроках истории, и особенно когда мы говорим про молодое поколение, потому что я обратил внимание, что в той же самой войне в Украине довольно-таки много людей, которые так или иначе уроки истории изучали во время правления Путина. И в этом связи у меня к вам два вопроса. Вопрос номер раз. На чем сейчас в школах делается акцент в российских школах на уроках истории? И второе. Что поменялось с приходом Путина к власти на уроках истории? Или если поменялось вообще? Знаете, акцент делается, как ни странно, в общем, на том же, на чем он делался всегда. Кроме 90-х. Ну, то есть, конечно, какие-то вещи усилились. Но общая идея. Во-первых, когда мы изучаем историю России, мы изучаем историю российского государства. Людей там практически нет. Ну, то есть, там есть цари, министры, полководцы. Вот как жили обычные люди? Как жили дети, женщины, старики, мужчины, крестьяне, дворяне? Вот этого почти нет. То есть, главное уже сразу. Дальше можно говорить. И учебники могут писать, учителя могут говорить. Либеральные вещи, консервативные вещи, националистические, или там какие-то еще. Но сама идея, что государство – это главное. А значит, роль государства всегда важнее, чем роль человека. Отсюда интерес к воинам огромный. Отсюда вот это вот представление, что главная гордость России – это вовсе не Пушкин. Или не те люди, которые осваивали Урал и работали там. Или не те, кто писали замечательные картины. Или не крестьяне, которые кормили всю страну. А главная гордость – это, конечно, государство и война. Вот это есть. Это было всегда. Сейчас это, конечно, очень сильно увеличивается. И главное отличие, в общем-то, в 90-е годы, конечно, были лихими. Были бандиты. Ну, было голодно, грустно. Одновременно. Это было время потрясающей свободы. И в частности, для учителей это было фантастическое время. Потому что можно было экспериментировать. Можно было пробовать разные методики. Можно было искать. И этим занималось огромное количество учителей. А сегодня вот это вот, во-первых, площадочка, где можно экспериментировать, становится все уже-уже и практически исчезает. Контроль государства. Ну, он как бы был и тогда, но он был настолько слаб. Казалось, что его нет. Потом выяснилось, что все эти тетки, дающие указания, они просто затаились. А теперь вылезли снова. И вот это вот, вот свобода исчезает. Свобода для учителей, для учеников. А это были ростки будущего, которые сейчас затапливаются. В этой связи, то есть если вы говорите, что особых изменений, например, за последнее время, не считая, опять же, в 90-х, не произошло, но я могу сказать, что Владимир Путин и вообще его познание об истории – это плоть от плоти продукт советской системы образования. Ну да, конечно. Конечно, были внесены некоторые коррективы. Ясно, что в советское время они уделяли такого внимания православству. Про империю советскую говорили совершенно по-другому. Говорили про дружбу народов. Это были фальшивые разговоры. Но они велись, по крайней мере. Почему они были фальшивыми? Ну, потому что реально, конечно, в советское время было угнетение народов, республик, национальных. Но при этом соблюдался какой-то декором. И формально, вот я очень хорошо помню, вдруг там в 70-е годы появился лозунг «Мы советский народ». И изображали такие, всюду были, вот в Москве всюду были такие рисуночки. Стоят люди в разных национальных костюмах, но, очевидно, там изображавшие 15 республик. Держатся за ручки. Мы знаем, что не всегда держались за ручки. Мы знаем, что реально там, ну не знаю, в каждой республике выдвигали несколько таких официальных представителей национальной культуры. А остальных, наоборот, могли обвинить в буржуазном национализме, заткнуть. Но, вот я бы сказала так, что Путин воспитывался как раз вот в эту такую более мирную эпоху. Но он, уж не знаю, по призванию души или по чьим-то влияниям, или может быть потому, что это школа КГБ за ним стоит. Вот он, конечно, наследник сталинской эпохи и эпохи конца 40-х годов. То есть это то время, когда Советский Союз пережил огромную перемену. Потому что в 30-е годы, ну не самые веселые годы, как мы знаем в истории СССР, но 30-е годы все-таки сохранялись какие-то идеи, там, революция, международная солидарность трудящихся. Вот это все. А в 40-е очень хорошо видно, как в рамках коммунистического мира начинает возрождаться империя. Когда Сталин говорит, что русский народ – это старший брат всех остальных народов. Ведь это практически то, что сегодня, ну только другими словами, говорит Путин. Когда вдруг выясняется, что украинцы – это не народ, а тоже русские. Когда выясняется, что Петр Первый, когда завоевывал земли, там, значит, Лифляндию, Курляндию и Германландию, это, оказывается, он возвращал иконные русские земли. То есть это вот то же самое. Вот эта вот имперскость в самом дурном смысле слова. Поэтому я бы сказала, что он наследник вот того времени. Как учитель, насколько вы высоко оцениваете знания Путина по истории? Ну, если человек Северную войну от семилетней не может отличить, как можно с ним еще? Как оценивать? На два. Понятно. Ну ладно, если будет очень просить, то три с минус. У меня вот еще какой вопрос по поводу истории и ее знаний. Я, в принципе, мне кажется, более-менее понял вашу позицию, но считаю, что уточнить стоит. Может ли знание истории помочь избежать ошибок в будущем? Или это просто красивые слова? Ну, опять, если мы это понимаем в лоб, то тогда нет. Это было бы замечательно. Прочитал, что было раньше, и прекрасно действуешь без ошибок. Так не бывает. Хотя бы потому, знаете, меня все время сейчас просят сравнивать сегодняшнюю обстановку со Сталином, с Гитлером, с тем, 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 с тем. Конечно, есть общие черты. Но обстановка-то другая. Тогда не было атомной бомбы, тогда не было мобильных телефонов, тогда не было интернета. Огромное отличие. И поэтому уроки истории, ну то, с чем иначе. Уроки истории показывают корни явлений. Это очень важно. Показывают определенные традиции. Уроки истории развивают мышление. Кстати, ну как, мне кажется, что уроки истории учат понимать, что ли, какие разные бывают и люди, и государства, и народы, и взгляд. Но, к сожалению, вот так это не работает. Что прочитал про Сталина и больше не буду. Жалко, но нет. Но, тем не менее, то есть, если комплексно подходить, то история может помочь. И в такой ситуации, если, опять же, вас... А как? Да, отлично. Тогда у нас есть шансы. И чтобы эти шансы увеличить, про нас я имею в виду страны Запада и страны Балтии в том числе, хочу у вас вот что спросить. А что нам нужно здесь, в странах Запада и в странах Балтии, в частности, читать о России такого, чтобы мы в дальнейшем в отношениях с Россией не допускали никаких ошибок? Ну или как минимум минимизировали их число? Да, ну насчет никаких ошибок, это я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Ох, 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 да, это нелегкий вопрос, скажем прямо. Но если я скажу, что читать колымские рассказы Шаламова, то, наверное, ну то есть их, безусловно, надо читать. И очень часто читая их, испытываешь отчаяние, да, и испытываешь бессилие. Но, о, нет, вот, Шаламова надо читать. Мы, Замятина, вот что надо читать. Объясню. Вот у меня ученики в 11 классе всегда читали 84-й год Орвилла, и мы Замятина. И, ну и потом мы обсуждали, ну там много мы что обсуждали на общество знаний, но я всегда как-то спрашивала, кому что больше нравится. И разные очень были ответы. Орвилл, конечно, очень многих пугает. Одна девочка ко мне подошла и сказала, это самая страшная книга, какую я читала в своей жизни. Я сказала, ну я, наверное, тоже. А Замятин, который, ну, Набоков сказал, нельзя сравнивать великого русского писателя и посредственного английского. Но мне кажется, что мы менее сильная книга, чем 84-й. Это мое личное мнение. Но у Замятина есть надежда. Вот это, мне кажется, очень важно. Там тоже героиня погибает, а герой как бы лишается своей личности и переходит на сторону власть. Но там есть те люди, вот в отличие от Орвилла, где все безнадежно. Там есть женщина, которая испытывает любовь и рожает ребенка, несмотря ни на что. Там есть люди за стеной, которые борются. Героиня, главное, погибает, но не ломается. И вот это, мне кажется, очень важно. И для России, и для тех, кто смотрит на Россию. Извини. Потому что всегда есть надежда. Да, интересный выбор книги. Сам персонально, небольшой фтоп. Мне сам персонально очень нравится и мы, и 1984. Я не знаю, какую бы я книгу по итогу выбрал. Но не обо мне. Продолжаем говорить о России. Вы с лучевами, с лучевами. Действительно, хуже точно не будет. Если вернуться к вашим словам, вернее, не к вашим словам, к словам Путина про Петра Первого. На ваш взгляд, нам в странах Балтии стоит опасаться и переживать еще больше, чем было до этого, после его слов? Вы понимаете? Хочется сказать, да вы что? Ну это же невозможно. Но. Мы до февраля тоже все говорили. Какая война с Украиной? Это невозможно. А потом раз. Поэтому, мне кажется, что стоит переживать. Вот то, что он сказал, что меня возмущает. То, что здесь, ну это, наверное, не столько сам Путин, сколько, не знаю, там его спичрайтеры, его консультанты. Происходит очень хитрая манипуляция историей. Потому что, вот я сейчас вникала в эту тему, потому что у меня на канале как раз у меня был прямой эфир, посвященный этому высказыванию президента. Он берет некоторые вещи, которые действительно соответствуют исторической правде. Действительно славяне и финно-угры жили на севере, ну там нынешней России, в странах Балтии, на территории нынешних стран Балтии, жили мирно, перемешанно. Он только про Балтов, про Балтские народы им никто не рассказал. Но они тоже были тут, между прочим. Но, и вот это он говорит кусочек правды. Но, во-первых, не всегда жили мирно. Вот эта теория, что все тут мирненько жили и постепенно ассимилировались и становились русскими, это вообще теория 19 века. С тех пор ее 10 раз опровергли. Потому что были походы на финские народы, а эти финно-угорские племена убивали сборщиков Дани. Не все было мирно, но многое было. Дальше, вообще-то финно-угры и Балты были на севере, вот восточной Европе, раньше, чем пришли славяне. Поэтому, когда говорится, что Петр отвоевывал свое, ну это вообще бред апеллировать к прошлым векам. Но если уж мы это делаем, то давайте вспомним, что славяне пришли сюда позже. Дальше, когда действительно Петр проводил свою пропагандистскую кампанию во время Северной войны, ну он не мог это говорить про Лифляндию и Курляндию, потому что это уж совсем ни в какие ворота не лезло. Но то, что тогда называлось Ингерманландией, ну то есть территорией, скажем, вокруг нынешнего Петербурга, это когда-то была русская и жорсткая земля, подчинявшаяся новгородцам. Там жили язычники, финно-угры, которые оставались язычниками до 16 века и совершенно не ассоциировались. Ну, быть, тогда же не было вот этого деления финно-угры, русские, было деление прежде всего религиозное. Вот еще в 16 веке эти финно-угорские племена были не такими, как основное население Московского царства или там Новгородской республики. Потом они ассимилировались, потом они стали православными, стали говорить по-русски, тоже правда. Но, например, когда Петр завоевывал эти земли, он писал, что это земля отцов и дедов, значит, вернем ее. Все генералы, офицеры во всех отчетах пишут, неприятельская земля. Солдаты грабят эти отцовские земли, ой-ой-ой-ка. И, вы удивитесь, но те крестьяне, которых они типа пришли освободить, создавали партизанские отряды и боролись против них. А Петр, да, орешек отбили, они иншанс сделали Шлиссельбург и приказал выбить медаль. 90 лет был в руках у противника, у неприятия. А теперь был снова наш. Ха-ха. Все непросто. Вот когда Владимир Владимирович начинает так манипулировать историей, к сожалению, мы уже знаем, вот этот урок истории, к сожалению, имеет практический смысл, что он может подводить базу под свои дальнейшие действия. И я думаю, что и в странах Балтии, и на Западе про это надо все время помнить. Что вот эти слова, которые говорят, ааа, да что за бред, а за ними могут последовать очень неприятные действия. Хочется на оптимистическую... Я тоже, мы сейчас можем... Нет, ну понимаете, мы тоже, мы можем сказать, что... Да как же там, а Европейский Союз, это страны НАТО, это невозможно. Кто знает, что следующему придет в голову. А на оптимистичной ноте у него все равно это невозможно. Вопрос как раз был для оптимистичной ноты, возможно, который как раз-таки вам поможет на оптимистичной ноте закончить. А что, собственно, ждет-то путинский режим в будущем? Вот мы отталкиваемся сейчас от Замятина, от Надежды, но, допустим, мы не говорили про Замятина, и слово «Надежда» в нашем интервью не упоминалось. Какое вы видите будущее у путинского режима? Ну, давайте я скажу так, что я убеждена, что в конце концов он рухнет. Вопрос, когда этот конец концов наступит? И я не буду говорить, что это будет завтра. Уже много лет какую-нибудь очередную гадость власть делает, и Фейсбук весь полнится высказываниями «Ну, это достигли дна», или там «Перед рассветом гуще всего тьма». Что-то у нас тьма сгущается, сгущается, а рассвета все нет. Но этот режим не может долго существовать. Он не жизнеспособен. Но может продлиться еще долго, и может, главное, что может потянуть за собой огромное количество людей. И вот здесь очень многое зависит от всех нас, и от жителей стран Балтии, и от жителей Западной Европы, которые вроде как начинают уставать уже от войны с Украиной, и говорят, что, может, хватит, давайте лицо сохраним Путину, давайте, не надо так много оружия Украине. Пусть про себя подумают. И про собственную безопасность. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое, Тамара Натановна, за интервью. Я благодарю наших посетителей нашего портала ТВНЕТ за то, что они присоединились к нам в этот прекрасный день и посмотрели, и прочитали это интервью. Большое вам спасибо, и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok